МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. С песни про команду молодости нашей в областном краеведческом музее начали представление экспозиции, посвященной истории футбола. Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области невидимо для широкой публики отмечают столетие самого закрытого ведомства. Прокуратура отправила в суд дело о взятке кирпичами, предназначенными для строительства домов переселенцев из аварийного жилья. Федеральный министр транспорта лично прилетел в Волгоград для участия в церемонии запуска движения по мосту-долгострою. Сегодня в Волгоградской области произошло одно из самых главных событий года в сфере инфраструктурного строительства. Первые автолюбители смогли проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который возводили несколько лет. На открытие даже прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Церемония не обошлась без появления детей и фейерверка. Второй пусковой комплекс мостового перехода через Волгу изначально планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были сдвинуты из-за сложностей с генподрядчиком и бюджетным финансированием. Но с проблемами справились. На строительство моста через реку Ахтуба было направлено более 4,5 миллиардов рублей, и дело заспорилось. Сегодня движение открыли по так называемой временной схеме. Из четырех полос пока действуют только две. Полностью достроить объект, а именно все развязки, планируют в следующем году. Бывший замглавы администрации поселка Средний Ахтуба Василий Соколов в ближайшее время предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Уголовное дело направлено прокуратурой в Средний Ахтубинский районный суд. Соколова обвиняют в получении взятки от руководства одной из подрядных организаций, которая строила в Средней Ахтубе дома для переселенцев из аварийного жилья. В качестве взятки, которую эксперты оценили в 259 тысяч рублей, Соколову были оказаны услуги по поставке стройматериалов и строительству коттеджа. За это чиновник должен был принять и подписать акты о строительстве трех многоквартирных домов. При этом на бумаге объем работ был явно завышен. Ущерб государству превысил полтора миллиона рублей. Сегодня органы госбезопасности России отмечают 100 лет со дня создания. В наши дни ведомство носит название «Федеральная служба безопасности» и работает в активном взаимодействии с другими силовыми структурами, в том числе Следственным комитетом. Для Волгоградской области особой страницей истории является подвиг чекистов, которые бились с врагом в Сталинграде. Накануне копия боевого знамени 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД была вручена главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и представителям кадетского движения. Произошло это на торжественном приеме с участием кадетов со всей России в Триумфальном зале Музея панорамы «Сталинградская битва». Это знамя будет символом для наших новых исследователей, наших искусств, академий и кадетов, как символ того, что мы должны служить нашему Отечеству. Мы, сыновья и внуки победы, и на фронте, который сегодня доверят борьбе с преступностью, мы вместе должны победить. Выставка, посвященная истории футбола «Царицына Сталинграда-Волгограда», начала работать сегодня в областном краеведческом музее. На церемонию открытия пришли спортсмены, ветераны и молодежь. Тон мероприятию задала песня в исполнении студентов Волгоградской консерватории. В экспозиции представлены редкие фотографии, старые афиши, формы первых игроков времен Царицына. Один из стендов посвящен матчу 1943 года, когда на руинах Сталинграда играли местная «Динамо» и московский «Спартак». Много материалов для выставки предоставили ветераны волгоградского футбола. Они же помогли экскурсоводам своими рассказами об интересных случаях из спортивной жизни города. Как кто забивал гол, они выносили на руках, они радовались этому. Но был и такой случай, когда в одной из команд, в одной был матч, то проигрывать стала команда «Ротер». Болельщики не ожидали, многие покидали, мне рассказывали сами ветераны футбола. Многие стали покидать стадион. А потом, когда в трамвае, там переговаривали, сругались, уже были буквально последние минуты. И вот тогда, когда в трамвае появился игрок команды «Ротер», и сказали, ну что, проиграли вы? Говорят, нет, мы выиграли, не может быть. Чуть ли трамвай буквально не смесли. В Волгоградском ботаническом саду полным ходом идет подготовка к Новому году и Рождеству. Флористы и декораторы решили порадовать земляков всевозможными композициями с живыми цветами, сосновыми шишками и свечами. Здесь считают, что творчество – это одна из составляющих ожидания праздника. Человек настолько раскрывается, что он забывает практически обо всем, кроме вот момента здесь и сейчас. Сам праздник, Новый год, я думаю, что это новое начало, оно заставляет нас всех, ну скажем так, более глубоко проникнуться этим чувством. И состояние праздника, оно продолжается гораздо дольше. Но и опять-таки, ботанический сад всегда открыт, и растения здесь можно видеть круглый год. Большой популярностью у посетителей Волгоградского ботанического сада пользуются мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и композиций из природных материалов. Все, кому удалось поучаствовать в творческом процессе, уходят из сада с ощущением праздника в душе. На этом все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»